Девочка-пай 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 Татьяна Павловна Черемахина Приехала в Таджикистан в середине 70-х годов Вслед за мужем Тогда получить распределение Из периферийной российской глубинки В столицу Союзной Республики Считалось большой удачей А у Черемахиной уже было два специалиста Дельных образований Дошкольное педагогическое училище И Пермская художественная школа Где она получила навыки Для реализации своего творческого потенциала То, что у Татьяны он был Это несомненно Да и как иначе, когда растешь В большой семье, где для младших братьев Приходится быть и нянькой-сиделкой И мастером детской игры Так уже к 13 годам Она стала осваивать Свою первую профессию В Пермском детском купольном театре И пока еще не могла предположить Что детские роли Ежик-белочек на сцене Во взрослой жизни Станут большой судьбой Дело в том, что ведь мы все родом Из детства И согласитесь, что каждая мама Хочет сделать для своего ребенка Такую вещь, которая может пройти Потом через всю его жизнь Кстати, у меня есть вышивка Которая я еще вышивала Где-то в 55-м году В 60-м Тогда продавали готовые Вот эти набивки И вот вы знаете Случайно, совершенно случайно Они у меня все сохранились На выставку я, конечно, это не поставила Но когда я смотрю на эту работу И мне всегда кажется Что я все еще маленькая девочка Но уже тогда Может быть подсознательно Возникла потребность Не только играть в куклу Но и создавать Каждый художник выбирает Сам себе свой путь Я выбрала ткань Потому что люблю шить С самого раннего детства Буквально с пяти лет Я отрезала у мамы От подвенечного платья Рукав И сшила своей кукле Я сшила наряд Мама единственное, что увезла Из Ленинграда Вот это платье А я его изрезала Ведь каждый ребенок Неопримененный На рутинные стандарты И привычного знания В своих попытках Открыть мир по-новому Творец Я много тружусь И стараюсь Все приобретать сама Меня не остановить Какая-то красивая тесемочка Какая-то ленточка Какая-то ткань Я, конечно, покупаю Все, что мне нравится Но люблю я это все Люблю А ждать, когда кто-то Придет тебе на помощь Я считаю бесполезно Дело в том, что За все годы Которые я отработала Здесь на телевидении Я так и не получила Жилья Я живу Собственно говоря В служебном помещении И вот как стараюсь Но я не могу остановиться И поэтому я творю Творю Какие у меня есть условия Так я и вот живу Я работала в детском саду В городе Перми Воспитателем Я окончила И дошкольное училище И художественную школу Вы знаете Все, что-таки Зависит это от педагога Прежде всего Дети Они всегда остаются дети В каждом ребенке Живет Талант Творчество Они все Талантливые Только их нужно Вовремя Вытолкнуть Помочь им И вот когда они Приходят ко мне в класс А я преподавала Десять лет детской школе искусств И вы знаете От учеников отбоя нет У меня не то, что девочки вязали У меня вязали мальчики Десять человек мальчиков Этот первоклассники Мальчишки Они сначала Играют на скрипке Или на фоно А потом они бегут ко мне Открывают дверь Бегом Татьяна Павловна Вы здесь Вы не уходите только Я обязательно приду Практика современной жизни Такова Что нам уже не хватает Времени на то Чтобы помочь ребенку Научиться делать чудеса Своими руками Мы доверяем свое будущее Фантазии игрушек Из магазина А вечернюю сказку Для малыша на ушко На ночь Пытаемся заменить Очередной компьютерной Стрелянкой И разве это дети Стали другими Вы попробуйте Не поленитесь Приходите на выставку работ Татьяны Павловны Черемохиной Которая в эти дни Проходит в зале Союза художников Таджикистана Только обязательно Приводить туда Самых главных зрителей Тех, кому от 3 до 9 лет Им уже не нужно Объяснять, что чудеса бывают Но еще можно Рассказать о том Что эти чудеса Они могут сделать И сами Своими руками Талантом И фантазией Когда у меня была Первая выставка В театре кукол Конечно, я помню Как у меня тряслись коленки Как у меня тряслись руки Когда мне кукольники Там помогали Я работала в театре кукол Там шила куклы Много что делала Много что шила Сначала, конечно, отнеслись так Как бы сказать Но меня все поддержали Все меня поддержали Поэтому, вы знаете Творчество это такое Что не расскажешь И не объяснишь Я не могу остановиться А сейчас уже, конечно Прошло уже почти 15 лет Конечно, уже совсем по-другому Конечно Мы все родом из детства И поэтому Это ребенок В душе Волшебник Ведь вы знаете Вспомните свое детство Каждый С какими глазами Мы смотрели на волшебников Потому что они творят чудеса Чего на самом деле Хотят эти непослушные дети Они уже умеют быть Настоящими волшебниками Превращаясь в свой мир детской мечты В настоящую реальность Только их этому надо Иного научить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова